Это мифы о Кавказе. Мы собрали самые въедливые мифы о Северном Кавказе и приехали сюда, чтобы сравнить их с реальностью. Что у нас получилось? Смотрите сами. Помчали! Бюджетному туристу на Кавказе будет непросто. Ведь здесь не только высокие горы, но и такие же высоченные цены. Проверим, миф ли это. Мы во Владикавказе. С нами Алан. Он снимает. Он видеограф. Настоящий аланский видеограф. Я вижу Большой Кавказский хребет. Почему мы так близко? Во времена Российской империи россияне тут основали крепость Владикавказ. Главный город Форпост. Форпост, крепость, да. Поэтому тут основали наш город Владикавказ, который всегда, можно сказать, охранял южные подступы России. На Кавказе высокие горы и высокие цены. Но опять-таки сравнивая все это с нашими городами-миллионниками, тут все намного дешевле. Что касается ресторанов, баров. Если, например, в Москве зайдешь, выпьешь на 5 тысяч, тут обойдется всего лишь 2 тысячи. Привет, Снак. Привет, Дима. Дима. Я Дима. Запомнил. На Кавказе высокие горы и высокие цены. Нет. Пока что, мне кажется, очень можно хорошо отдохнуть, не потратив состояния. Но в основном приезжают посмотреть на горы, покататься там по горам, заселиться в какой-то горный домик. А их у нас сейчас очень много. В каждом там населенном горном пункте у нас строят домики под любую цену. Там и от самых простых, где ты можешь, ну, я не знаю, за 500 рублей. И прям люксовые, где придется раскошелиться, где тебе весь сервис, от и до. А мы говорим с Ренатом Селимом, который занимается даже на официальном уровне, да, развитием туризма. А на Кавказе высокие горы и высокие цены. Высокие горы – это да. По поводу цен здесь турист найдет, ну, развлечения на любой карман. Потому что у нас минимальная цена и до бесконечности. То есть сюда приезжают в основном бюджетные туристы. Пандемия в 2020 году тоже сыграла роль на развитии внутреннего туризма именно по России. Потому что до этого бюджетные туристы, куда они у нас ездили? Турция, Египет. Ну, было дешево, а сейчас одни билеты стоят. Сейчас билеты только стоят, как сама путевка в прежние времена. Мы в Чечне, это российский университет спецназа. Говорим со старшим инструктором программ для гражданских лиц Павел Козлов с нами. Павел, еще раз, да. На Кавказе высокие горы и высокие цены. Цены здесь позволяют спокойно отдыхать. Приезжайте за не такую большую сумму. Можно здесь прожить целую неделю, пройти стрелковую подготовку, пройти различные направления другие, покататься на багги, полетать в аэротрубе, прыгнуть с парашютом. Все это, как говорится, не дороже денег. Мы в Чегемском ущелье Кабардино-Балкаре. Находимся на территории единственного в стране официального парадрома, парадром Чегем. Говорим с руководителем парадрома Маратом Мушкаевым. Марат, ну что, на Кавказе высокие горы и высокие цены. Всегда миф, гипотеза, это существует. Но, соответственно, когда много мифа, тем лучше. Для нашей республики это такая средняя цена. Нет, я про туристов говорю. Я сейчас к нему прочитываю. Потому что я турист, приехал сюда и обалдел. Я не буду говорить, как. Вы скажете сами. Как вы считаете, что вам говорят туристы, которые приезжают? Нравится туристам здесь очень. Почему здесь есть минимум спектр услуг? Вот, например, люди могут остановиться в кемпинге. Для них есть душевые кабины с горячей водой. Вывоз мусора, везде подведена питьевая вода. Есть дополнительная кухня для того, чтобы они могли подогреть еду. Есть дрова, мангал. Ну, все, что нужно именно для такого простого горного кемпинга. Вернет. Высокие цены? Нет. В Москве высокие цены. Тут этого нету Я вот сейчас в Москве был Месяц, я 85 тысяч потратил Но на самом деле В Москве, ребят, жить, да А тут он зашел за 400 рублей Жижик Голнаш съел Вот такую вот порцию Ну вот и настал момент истины Мы в Грозном и пробуем Жижик-голнаш, который стал для нашей съемочной бригады Уже прям настоящим легендарным блюдом Жижик это мясо Голнаш это галушки И вот вы узнали первые два слова по-чеченски Голнаш запомнить легко, потому что галушки и галнаш созвучны Но, в общем, отрезаете Макаете в чесночный и луковый соус Запиваете после всего Бульоном От этого же самого мяса Роскошнейший суп Под названием ногчи-черп Ногчи это чеченцы, а черп это суп Опять же запомнить легко Черп, черпать, созвучно В общем, ребят, приятного аппетита Вам понравится Мы на Эльбрусе, Кабардино-Балкария Наконец-то я на Эльбрусе Эльбрус, красавчик Мы на него поднимаем Сейчас вот Азау Дальше старый Кругозор Потом Мир И последняя наша станция Это Гарабаши Мы на конечной остановке У нас еще на ратраке закинут выше На 4000 Гарабаши На ратраке нас поднимает С 3500 почти до 4000 И вот как раз сейчас мы наблюдаем приюты Смотрите, крупненькие домики Фантастика вообще Я не ожидал увидеть на 4000 метров вот такие вот модули Они, кстати, итальянские Класс, вот такой вот плацкартик Каждого свое местечко И что у нас тут, Андрей? Кают-компания вот с таким видом Сюда приходят туристы, путешественники Для адаптации Дней пять здесь живут И дальше поднимаются выше в следующий приют Вы все видели сами Что тут еще говорить? Приезжайте на Северный Кавказ Здесь столько всего И это лишь часть того, что мы показали Понимаете? Приезжайте, оздоравливайтесь Получайте удовольствие Давайте дружить И миф Неудобный Кавказ Полностью, категорически, подчистую Разрушим Северный Кавказ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!